так ну и что из себя представляет программа когда вы открываете первое окошко видно так когда вы открываете первое окошко то есть у вас сразу же открывается ваша программа благодаря которой можно рассчитывать соответственно мощность отопительных установок помещений единственно сразу хочу сказать что вот версии 5.0 здесь по европейским нормам считает единственное отличие это вот коэффициенте бета когда мы рассматривали теплопотерь через ограждающие конструкции там была единица плюс сумма бета так вот у них немножко по-другому считается но сразу хочу сказать отличие вашего расчета от их расчета будет максимум 5 процентов это не такие большие значения поэтому допустимы для наших случаев с версии 5.1 уже существует расчет по этой программе в российских нормах но сразу хочу сказать что в 5.1 это все также либо виде программ для заточенного под определенного производителя имеется ввиду того оборудования который поставляет но они тоже выдают 5.1 по лицензии единственная дам фас выдает эти программы то есть уже у них есть версия 6 по-моему 0 версия 6.0 они выдают на регион определенное количество ключей ну и можете обратиться к региональному представителям и если сочтет и нужно может вам выдать ключ в эту программу то есть бесплатно если нету полная версия хотя она ничем не отличается от вот этих вот версий то есть стоит там помог где-то около 15-20 тысяч на один компьютер и так что из себя представляет программа то есть это вот стандартные окна меню файл мы рассматривать не будем то есть это стандартные операции сохранить открыть создать новое и так далее следующий раздел правка тоже особо останавливаться не будем только там где нам необходимо это я все расскажу здесь копировать вставить отменить вернуть и так далее вид вам не понадобится панелька здесь она участвует только для панели инструментов то есть отображение иконах соответственно тех рабочих команд которые вы будете использовать непосредственно чтобы выставить на панельку так ну и первое меню которое вам понадобится это меню данные то есть вот здесь вот представлены основные командные строки которые заполняются дальше есть каталоги и так далее но сразу же хочу сказать что все вот это выведено то есть основные данные которые начинаем заполнять выведена на панельки и первая кнопка которая у нас активно это вот общие так что у нас в общих здесь отображается то есть нужно задать характеристики вашего здания проектанта который осуществляет проект в данном случае и здесь еще есть такая возможность справа есть окошко так называемых ошибок те данные которые необходимо вести для того чтобы выполнить расчет если вы их до определенного момента не вели то есть всегда появляется вот такое красное окно которое можно развернуть соответственно увидеть все ваши ошибки которые вы не сделали тем самым не вели данные для того чтобы выполнять расчет то есть удобно либо можно просто смотреть на это окошко когда окошко превратится из красного в обычный белый цвет соответственно никаких ошибок у вас нет понятно да и так существует так называемые необязательные окошки ввода и обязательно чем они отличаются ну вот зеленого цвета вот такого и светло зеленого цвета видно видно светло зеленого цвета то есть эти окна можно заполнять они как бы не участвуют в расчетах но вам все-таки необходимо их заполнить то есть нужно название проект там отопление отопление пример один так ваш населенный пункт выбираете я например и женск выбрал а вы соответственно вам выдали задание выдали еще не выдали когда вы дадут адрес можете придумать свой ну и там проектировщик соответственно свою фамилию финансовом так дальше нормы для расчета коэффициента соответственно теплопередачи здесь задаются европейские нормы мы их останавливаем причем коэффициент теплопередачи соответствует российским нормам ничего нового не известно тем более если вы проходили тепломассообмен там были фамилии какие когда вы рассматривали теплопроводность соответственно конвекцию и соответственно тепловое излучение российские ну то есть фурье там дальше ньютона рискмана и это стефана больше надо то есть поэтому все идет оттуда но тем более за рубежом любят считать деньги и у них газ не в рублях соответственно в евро привязаны к нефти стоимости так следующее окошко климатические характеристики то есть ваша задача здесь найти свой вот город который мы выдали соответственно строительной теплофизики 1 ну а на строительной теплофизики 2 вам выдадут планировки и соответствующее задание так я ищу удмуртскую республику город ижевск выбираю так вот темно-зеленый это соответственно окошки которых существуют свои данные которые берутся из определенной базы то есть их поменять нет необходимости то есть нет возможности так скажем сразу же хочу сказать что если вы сейчас посмотрите то увидите что для города ижевска здесь минус 3 4 так это было по старому снипу по новому снипу своду правил то есть уже для города ижевска минус 33 так говорю что версии 51 то есть уже эти изменения соответственно внесены так еще кое-что сделаю у меня есть 60 то есть для института я выбил 20 ключей мне выдали то есть меня есть это все а и понял 51 чем не пойдет пойдет единственно то есть вы тогда там российские нормы выберете да ну и норма для расчета соответственно теплового потока то есть мощности здания здесь выбирается либо польский вариант либо тоже европейский становимся на европейском то есть они ближе к нашим нормам так все окошко мне открылась там его воспользуемся так следующее действие нужно выбрать тип грунта то есть ну либо там песок гравий я стану у нас в жесткий основном глинистая структура становлюсь на глине так все остальное по умолчанию то есть на первой вкладочке здание то есть мы ввели те необходимые данные которые нам необходимо для расчета в данном соответственно вкладке переходим к следующей вкладке называется основные данные так здесь выбираем типы здания то здесь можно выбрать разнообразное количество вспоминаем что у вас будет коттедж это значит одноквартирное здание то есть можно выбрать тут и другие варианты многоквартирные вокзалы и аэропорты офисные и так далее берем одноквартируем так ввиду того что у нас здание проектированное значит остается . на соответственно проектированном здании дальше тип конструкции там легкая средней тяжести тяжелая очень тяжелая но я возьму тяжелая ввиду того что будет кирпич там очень тяжело там железо бетон ну и так далее так следующая степень герметичности то есть здесь обуславливается как ваши монтажники смонтировали ваши светопрозрачные либо другие конструкции частности там вход ваш здание внешний ну и окна то есть можно здесь перестраховаться если хорошо все уплотнили пропенили и так далее то можно большая можно перестраховаться поставить средние так следующее тип местности то есть когда мы рассматривали инфильтрацию но мы так быстро пробежались потому что у вас на строительной теплофизики наверно более подробно все рассказали да и показали то есть выберем я не знаю какой вас там заставили по заданию ну я выберу тип местности c это городские застройки допустим что наш коттедж находится где-то вблизи городских застройок так следующее фасады больше чем один то есть не заслоненные фасады то есть вашему фасаду например к вашему зданию примыкает еще какое-то здание там общественное еще какое-то ну ввиду того что у нас не примыкает значит напишем больше чем один так следующее действие отметка грунта то есть вам нужно поставить соответственно отметку то есть подводя к окошку вам всегда высвечивается подсказка не только в виде текстовой информации но и показывает что от вас требует ваша данный виде окошко то есть данный момент требует отметку соответственно от мозги на какой поверхности у вас будет земля то есть можно это сделать непосредственно в ячейке то есть поставить например у меня отметка минус один один то есть от уровня чистого пола находится можно сделать второй вариант то есть вот здесь вот вправке нажимаете и появляется соответственно переменная в этом случае надо обязательно порядке ввести символ в латинских буквах так набрал главное чтобы было вам понятно дальше в значение поставить значение ну а описание можете на русском написать что это отметка земли чтобы вам было еще и понятен так следующее действие возвращаемся либо назначение либо на символ нажимаем вот сначала появляется ваш символ то есть как вы обозначили соответственно переменную так но переходя в новое окошко отображается то значение которое вы поставили в этих переменах это удобно делать для того чтобы иногда при сохранении может потеряться информация хотя вряд ли ну и либо при запуске сбой может какой-то произойдет что всегда удобно например в дальнейшем если они будут использоваться взять открыть эти перемены и вставить соответствующее значение то перемены которые вы обозначили так следующее действие отметка грунтовых вот это определяет соответственно по геологии но можно воспользоваться вот даже подсказкой пока в расчетах мы поставим минус 325 можете сделать то же самое так следующее действие здесь вот относится отметка пола высота этажа высота помещений площадь полезная площадь кубатура если вы внимательно смотрят они тоже светло-зелененькие цветом отображены так то есть можно их заполнить час либо когда вы будете заполнять соответствующие ячейки в дальнейшем они автоматически определят вам площади полезную площадь кубатуру и соответственно отметки пола и так далее ясно то сейчас можно это не делать следующая закладочка вот кстати смотрите пока мы все это заполняли у нас уже достаточно данных для того чтобы приступить к расчету то есть основные ошибки исчезли так следующая закладочка относится к вентиляции то здесь можно предусмотреть различные соответственно системы вентиляции не только естественную так ну вот меня просила сохранить давайте сохраним чтобы у нас никуда не исчезла сохранимся так все и будем спокойны и друг нас выключить электричество хотя что-то мы восстановим то есть можно выбрать типа вентиляции которая используется в вашем здании то есть естественно там приточно-вытяжные рекуперации и так далее соответствующее действие либо если у вас вентиляция отсутствует соответственно нет вентиляции то есть мы оставим естественную вентиляцию потому что в жилых зданиях обычно применяется естественная вентиляция за исключением только некоторых потребителей у которых есть там бассейны соответственно гаражные комплексы и так далее то там соответственно требуется не только естественная но и приточно-вытяжная система так здесь отображается основные характеристики то есть помещение сразу же хочу сказать что не во всех тут 20 градусов у нас так то есть нормируемый воздухообмен практически совпадает сто процентов с нашими нормативами единственное отличие то есть в температуре то есть я говорил что в зависимости того какая температура наружного воздуха от минус 30 у нас жилых комнатах от 21 и выше там какую температуру вы зададите то есть здесь отображается не по умолчанию то есть норматива может посмотреть и так следующая характеристика так называемые мосты что они из себя представляют то есть любые соединения вот например у нас стоит многоэтажные здания 17 этажный так обычно как строят то есть это монолитное строительство то есть идут соответственно железобетонные опоры на них укладывать соответственно панели пола так который выступает наружу дальше на конструкцию пола ставят соответственно наружные стены то есть у нас существует выход наружу вот это его пола то есть так называемые мультики пола так которая нужно учитывать и в новом своде правил то есть четко написано что вот эти вот конструкции не одну то есть выходящие нужно учитывать я думаю строительной теплофизики один вы это не делали у вас конструкция сверху донизу представляет себе одну конструкцию то есть ну и тут выбирается в зависимости от того какие у вас в конструкции присутствуют вот эти вот точки соединительные соответственно выбирается ну вот например для стен для углового соединения то есть здесь зависимости от того где у вас находится изоляция ну соответственно снаружи в середине ну и внутри либо это изоляция отсутствует то есть нужно определиться с конкретным ну например вот этот выбираю и и так далее определиться по всем составляющим ясно это лучше сделать потому что здесь более точный расчет идет ну и более приблизительный к реальным условиям то есть вот а не понял да то есть во первых заполнить надо все если у вас какие-то отсутствуют надо вот нажать соответственно такая конструкция меня вот такой крест я поступлю немножко проще чтоб не занимать это все не заполнять вот здесь вот есть как бы вариант выполнить упрощенный расчет здесь немножко идет с запасом так называемым то есть единственное поставлю галочки на всех тех конструкций вот выступающая часть то есть перекрытие через наружные стены и так далее то есть я упрощу задачу так следует а но лучший вариант 1 если сделаете вариант 2 размещаться но лучший вариант 1 более точно идет так дальше следующая закладочка называется отопительные приборы сразу же хочу сказать что здесь может вам программа зависимость того какой вы выберете отопительный прибор приблизительно накидать сколько вам нужно соответственно там секции либо типа размер его если это у вас стальные например радиаторы так его длину либо он не укажет если у вас там нагрузка получилась достаточно большая а из этого типа размера у него просто нет сказать что я не могу подобрать мне не хватает там крайний прибор самый большой получился такое но не хватает там тепловой нагрузки и сразу же хочу сказать что этот расчет приблизительный то здесь не учитывается не гидравлика не теплопоступление трубопроводов от арматуры и так далее это просто ориентировочный расчет ну приблизительно оценить сколько стоить у вас будет система отопления потому что основная конструкция конечно отопительные приборы нагрузка и по которым вы не определяете базовую стоимость вам сказать что но будет стоить там только то плюс минус соответственно нам здесь считать не надо поэтому галочку убираем чтобы не мучиться и соответственно не будет у вас этого расчета так ну и следующий следующая закладочка называется параметры расчета тут вспоминаем что есть то есть мы учитываем внутренней конструкции при перепаде температуры свыше 4 градусов цельсия так как и у нас то есть свыше 3 градусов нужно учитывать внутренней конструкции так все остальное оставим по умолчанию ну и корректировка норм можно поставить галочку корректировать расчетку фильтрации так принцип понятен по первому по первым данным в общем акцию делается я сейчас все записываю потом скинем вам соответствующий файл так следующая закладочка называется материалы здесь представлен материалы которые существуют в базе этой программы сразу хочу сказать эта программа выполнена сделано больше соответственно сами понимаете то есть здесь все конструкции строительные которые существуют относится польской республики понятно зона влажности разное климатические условия тоже разные поэтому сразу же хочу сказать что здесь именно то есть к польской республике поэтому есть здесь два варианта то здесь можно выбрать типы конструкции производителя ну и категории например вот есть вкладки так если вы нашли есть у нас соответственно снег принес не послод правила туризированная версия снег который приводится в приложении t основные теплофизические характеристики всех материалов которые выпускаются в российской федерации причем не все тут например нету современных конструкций потому что данные свод правил был двенадцатом году знаете что научная мысль и производственная идет да не стоит на месте то есть вводятся новые материалы поэтому иногда достаточно например если вы нашли ну вот например сейчас используются керамблоки до пустотные керамическому как кирпичи пустотные только единственно размеры немножко больше чем стандартном кирпича ставится то здесь этого нету то здесь есть стандартный строительный конструктор достаточно зайти на сайт производителя у которого есть либо есть технические условия в которых записаны все вот эти вот характеристики которые вам понадобятся для расчета понятно так теперь есть у вас база вот например сейчас тоже кирпичные кладки открою то есть вот у нас есть кирпичные кладки сейчас дойдем до этого а вот прошел вот кирпичная кладка из сплошного кирпича вот например глиняный обыкновенный плотностью 1800 так зоне так в сухом состоянии коэффициент теплопроводности равен 056 зоне эксплуатации а 07 зоне эксплуатации б как зону эксплуатацию знаете определять то есть зону влажности рассказывать ну как по строительной теплофизики один не рассказывали как вы там считали соответственно коэффициент теплопередачи стены перекрытия подвального перекрытия чердачного то есть берем карточку прошел вперед есть карта так находите свой город у меня город ижевск вот . то есть третьей зоне влажности относится так что у меня за третья зона сухая дальше иду на начало то восток Так, не обращаем внимания Просто компьютер слабый Нам поставляют Так, у нас сухая зона влажности То есть вот есть табличка 2 В которой влажностный режим помещения Я думаю в жилом помещении нам нужен нормальный Влажностный режим так Чтобы было благополучно в нем жить Ну и соответственно работать, отдыхать Зона влажности Соответственно вашего района строительства Того города, сухой Дает нам букву А Соответственно в городе Ижевске у нас Условия эксплуатации влажности, соответственно А Ну и когда идем Конструкциям Продолжение следует... Так, бетоны Кирпичные кладки То есть у меня Для моего города А, это поспорный Вот, пошли То есть для зоны эксплуатации Получается на Севок 70 Так вот, у вас есть база Набитая представителем программы Да, что ж, чтобы отнять такое Так, ну и если вы найдете Соответственно, вот в этих перечнях Какую-то кирпичную кладку Здесь просто я уже несколько кирпичных кладок Вбил Так, пустотные Ну вот, например, в их базе Кирпич сплошной Характеристики 0,7,7 Соответственно, в зоне влажности А А в зоне влажности Б Соответственно, 0,91 То есть есть два пути Либо вы берете, не думая То, что вам представляет база Соответственно Польской республики Ну, для брянского, может быть, ее можно взять Либо вариант То есть вот берем из СНИПа То есть я вот тут уже Как берем То есть здесь можно ввести свои материалы То есть символ, например На русском, на латинском Без разницы Сплошной кирпич Там плотностью 1800 Здесь можно сделать описание Там кирпич Сплошной Кирпич сплошной Лотностью 1800 Так, производитель, если знаете Можно ставить производителя Тип Относим к тому типу К чему относится данная конструкция Данный материал Если есть каталожный номер Можно ставить каталожный номер Итак, коэффициент теплопроводности В зоне эксплуатации А Составляет 0,7 В зоне эксплуатации Б То есть я уже запомнил 0,81 Так, ну и коэффициент Диффузионной влажности Там самый конечный столбец Напротив материала То есть для данного кирпича Составляет 0,11 Что случилось? 0,11 Соответственно он дублирует Дальше плотность 1800 Дальше Удельная массовая теплоемкость Равна 0,88 Так, только не в рублях А точка 0,88 кило джоли То есть это все из той вот таблицы Которая представлена Соответственно в приложении Т Так, ну и заранее известная толщина Если вы поставите заранее известную толщину В дальнейшем Когда будете применять в ограждениях Вы ее изменить не сможете Ясно? Поэтому Оставляйте пустое пространство В дальнейшем вы можете Для данного материала Применять различную Соответственно Толщину А? Нет, понятно То есть вы вот прям берете Из теплофизики И вставляете там где нужно То есть не здесь В материалах Забиваете А здесь оставляете пустое Поле Для того чтобы в дальнейшем Раз так у вас Думаю что Два слоя наверное кирпича Так То есть наружные и внутренние То есть размеры разные Поэтому здесь не забиваем Конкретную толщину А Забиваем уже там Где вы будете вводить Соответствующие ограждения Принцип ввода Материалов понятен Как это осуществляется А я просто слушал Символы 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 Просто сами придумывайте Чтобы вам было понятно Тут единственное ограничение В десяти Этих Ну Знаков Символов И так далее Понятно? То есть больше десяти Не наберете Тоже в описании Тоже есть определенное количество Тоже Она остановится И скажет что я дальше Не могу Поэтому тоже Лаконично Как-то объявляйте Так Принцип Ввода материалов Которые отсутствуют Соответственно В этой базе Понятно, да? Я уже не буду дальше Останавливаться Я просто возьму Те, которые есть В этой базе Так Ну это вот каталог С однородной структурой А есть вот каталог Соответственно С неоднородной структурой Что это значит? То есть у нас существует Например Плиты перекрытия С пустотами Так Пустотой Имеется ввиду То есть На которых Состоящие из двух материалов Железобетона Ну и соответственно Воздуха Так Вы эти пустотные плиты В зависимости от того Где она находится Там на чердаке Либо в подвале А может и там И там у вас находилась Вы данное значение Рассчитываете Так? И получаете Какое-то значение Ну соответственно Принцип тот же самый Нажимаете Добавляете Новый элемент И все характеристики Которые у вас получились Сюда вводите Все понятно? Понятно, принц Так Материалами закончен Так Теперь переходим К ограждениям Так Здесь Также две закладочки То есть Первая закладочка Называется Многослойные ограждения Вторая закладочка Типовые ограждения Многослойные ограждения То есть Вы Вставляете Те ограждения То есть Это наружные стены Перекрытия И так далее Которые вы Соответственно Проектируете На этапе проекта То есть Исходя из Требуемых термических Сопротивлений Для вашего района Строительства Так Вы там Подбираете Толщину Теплоизоляционного Слоя Чтобы Выполнить Те необходимые Условия И чтобы У вас Соответственно Здание Получилось Энергоэффективным Так Типовые ограждения Это вот По рисуночкам Сразу же понятно Относится К Светопрозрачным Конструкциям Входным Входным Дверям И так далее Условия Ало Я сейчас Не могу Говорить Да И Лучше Чем Позже Тем Лучше У меня Просто Три пары Подряд Ну Две Можно Все зависит от вас Как мы успеем Так Принцип Формирования Начинается То есть Вам нужно Сформировать Следующее Ограждение Так Ну Во-первых Что у меня Сдают За здание Вот у меня Двухэтажный Коттедж Так Единственное Здесь нарисован План первого этажа План второго этажа Здесь все просто Размеры 10 на 10 Соответственно Каждая комнатушка 5 на 5 Так Есть проходы Ну И на втором этаже То же самое Есть стороны света То есть Куда у меня Направлен фасад Там Север Юг Запад Соответственно Восток То есть Вот у меня Такое Двухэтажное Здание Итак Мне нужны Строительные Конструкции Итак Набирая Первую Строительную Конструкцию Многослойного Ограждения Это наружную Стену То есть Нажимая Внизу На кнопочку Добавляет Новый элемент В списке Вот тут Появляется Строчка Дальше В символе Пишу Строитель Стена Наружная Так Мамлий Стена Наружная Ну Например Один Потому что Стен наружных Может быть Несколько Потому что А вот С чистого пола Идет Одна Конструкция В подвале Может идти Другая Конструкция Так То есть Все эти Наружные Конструкции Можно Вводить Но Сразу Хочу Скажу Обговориться Ввиду Того Что Строительной Теплофизики Вам Дали Одну Конструкцию И Эту Конструкция У вас Будет Сверху Донезу Хотя Так Никто Не Делает Понятно Да Но Это Не Ваша Задача Это Задача Архитектора Сконструировать Вам Коробку Рассчитать Соответственно Все Напряжения Чтобы У вас В конечном Итоге После строительства Дом Не сложился Так Итак Стена Наружная В символе Пишу Дальше В описании Я ищу Стена Наружная Здесь Уже Все За вас Написали Производитель Если знаете Добавляйте Если не знаете Соответственно Оставляем Пустым Дальше В виде Выбираю Стена Наружная Так Ну и Влажностный Режим То есть Здесь Два Влажностных Режима То есть Нормальный И влажный Соответственно Мы Выбираем Ну У меня Ввиду Зону Эксплуатации А Соответственно Выбираю Нормальный То есть У кого Зону Эксплуатации А Соответственно Выбирают Влажный Так Теперь я начинаю формировать мою внутреннюю стенку и еще один момент тут надо смотреть внимательно где-то изнутри наружу идет какая-то конструкция где-то наоборот для стен изнутри наружу нужно идти ну и вот здесь у меня отображается рисунок в настоящее время у меня показан внутренний воздух он горячий соответственно красный наружный воздух он холодный тут солнышко или снег не знаю что обозначено внутри соответственно обозначен телевизор что мы находимся внутри и так иду изнутри наружу первое что у меня будет у меня стена и кирпичная мне нужно штукатурить соответственно мои стены чтобы потом там так вот еще штукатурка растворы штукатурка цементная выбираю ставлю толщину 0,1 см я думаю мне хватит то есть 1 см мне хватит штукатурки кому не хватит может больше так следующее у меня будет ну и сразу же вот видите справа отображается у меня тот материал который я уже ввел причем те материалы которые вы ввели вот в это меню сразу же отображается так следующий материал мне нужно кирпичную кладку ищу соответственно кирпичную кладку ну я вот тут вот ввел уже вот для наших условий кирпич то есть выбираю ставлю толщину ну например пусть будет равный кирпичу 250 так дальше мне нужен теплоизоляционный слой давайте возьмем пенополистирол так чтобы у меня не искать все что я тут вот теплоизоляционные материалы так вот так пенолитан пенолитан алло пенополистирол вот тут есть разные виды ну давайте более эффективные то есть у этого вида 0,045 в моей зоне эксплуатации у этого 0,036 более эффективно выбираю так задаюсь толщиной 140 так ну и опять кирпич ввиду того что у меня уже введем так возьму его 120 так соответственно в метрах 0,12 получается так вот у меня здесь получилась сумма сопротивлений соответственно всех слоев она должна быть больше или равна нормируемым значениям для вашего города так? четвертого что выбрали? в смысле? первая штукатурка второй кирпич третий теплоизоляционный материал пенополистирол четвертый соответственно тот же самый кирпич ну облицовка идет так вот здесь вот у меня есть вторая программа которая удобно пользуется при определении требуемых значений единственное в инструментах настройках надо указать год 2013 потому что изначально стоит 99 и принять так ну а дальше следующее действие нахожу вот программа называется вальтек там 3.1 а у вас же есть нет вы посчитали строительные конструкции по строительной теплофизике у вас же эти значения есть хотите можете скачать и проверить совпадают у вас эти значения или нет так еще Удмуртская республика вот она моя родная республика город здесь сначала первый отображается еще Ижевск так у меня жилое одноквартирное здание так остальное здесь мне заполнять не надо иду в отопление нажимаю расчет теплопотерь так теперь сразу же у меня отображается вот та вот расчетная температура минус 33 согласно новому своду правил средняя температура продолжительность так теперь мне нужно добавить жилое одноквартирное здание задать температуру в жилой комнате согласно нормативам не ниже 21 но я 21 задам так ну и влажность влажность думаю должна быть 50-60 процентов но я задам 50 и сразу же внизу внизу я вижу все свои требуемые термические сопротивления для стен, покрытий окон, балконных дверей и так далее то есть все что мне требуется для моего строительства то есть вы это рассчитывали не знаю на калькуляторе, интерполяции и так далее ну как говорится есть время проверить совпали у вас значения вальтек 3.1 по-моему и .3 то есть набираете вальтек известный производитель то есть на их сайте можно скачать здесь также можно выполнять расчет мощности единственный недостаток в этой программе она заполняется как и эксель очень сложно это один минус и второй минус не учитывает бытовые теплопоступления инфильтрацию рассчитывает но бытовые теплопоступления не рассчитывают здесь есть все материалы запитые вот в этом своде правил то есть сразу же автоматом можно вставлять просто я работал и в этой и в этой сразу же хочу сказать что не очень удобно плюс еще вот тут можно рассчитывать системы есть недостаток например когда при расчете теплых полов у них получается теплопоступление с 1 метра квадратного больше 100 ватт что не может априорить максимальное 100 минимальное там 0 с одного метра больше никак так вот тут градус сутки отопительного периода посчитала ну и точку росы даже определила какой выпадать так ну я для чего это сделал то есть у меня для стен 344 так у меня получилось 459 достаточно то есть больше больше 354 можно даже пенополистирол немножко уменьшить так единственное недостаток если это у нас кирпич там лежит так имеется ввиду так чтобы вкладку сделать два засунка а не облицовочный как вариант то тогда мне если сделать меньше тогда мне нужно учитывать воздушную прослойку если я сделаю 100 например так то плюс еще 4 сантиметра воздушная прослойка но я оставлю этот вариант пусть будет чуть-чуть запасно так принцип набора понятен как набирается конструкции ясно я сейчас поступлю очень просто я возьму сейчас стену скопирую и поменяю наименование конструкции который мне потребуется дальнейшем для расчетов а вам нужно набрать каждую так конструкцию ясно итак я копирую вставляю так не нужна стена наружная соответственно соответственно в грунте так стена наружная стена примыкающая к грунту так меняя стен стена наружная примыкающая к грунту так мне здесь нужно еще забить кое-что так до пола у меня здесь итак отметка у меня минус один и один два метра это соответственно высота помещения так 0,9 ну и плюс перекрытие полметра допустим у меня получилось перекрытие над подвалом получается 1,4 значит туда я ставлю 1,4 так 1,4 а? ну вот здесь вот рисуночек вам дается а? мне просто здесь надо поменять вид конструкции то есть наружная стена примыкающая к грунту да и еще так и еще один момент я вам забыл сказать но чуть-чуть вернусь вот вы набрали например стенку да? то есть здесь есть вот такая вот кнопочка называется график температур и водяного пара так ну и то что вы деливали на строительной теплофизике то есть температуры рассчитала у вас на поверхности слоя и показала соответственно распределение давления порциональной пары то есть вот у вас реальная характеристика для вашего ограждения а это требуемое значение то есть вот в этих точках у вас образуется конденсат то есть соответственно будет намыкать теплоизоляционный слой ну и все отсюда негативные последствия поэтому мне нужно как-то изменять вот эту вот конструкцию если я буду строить в реале чтобы не было потом мучительно больно получить в итоге такую конструкцию сразу же хочу сказать то есть вы у себя делаете если получилось что у вас выпадает конденсат не меняйте понятно? то есть как получилось так получилось но в дальнейшем в своей работе то есть если получается такая ситуация значит надо менять либо теплоизоляционный слой либо менять толщину его и так далее чтобы именно зоны конденсации у вас не существовало понятно? то есть здесь у вас сразу же отображаются те графики которые вы тоже строили не знаю на миллиметровке вручную или как-то так пошли дальше опять я оставляю так следующая у меня конструкция пол в подвале которая мне понадобится соответственно еще так пол в подвале так и вот тут у меня появляется опять то есть у меня ввиду того что стена наружно вбита то есть я соответственно здесь 1 и 4 ставлю как и в предыдущем варианте да что-то 1 и 4 так ну а другая величина у меня автоматом рассчиталась 0,75 то есть в зависимости от того какая получилась то есть остаточная высота до соответственно влажного грунта так ну и возвращаясь обратно то есть мне нужно тут задать перекрытие вернее пол в подвале так все остальное у меня сразу же отобразилось ну и исчезла ошибка так опять добавляю мне нужна соответственно внутренняя стена так внутренняя стенка соответственно еще внутреннюю стену то есть она внутренняя внутренняя стена соответственно так дальше мне понадобится перекрытие подвальное так перекрытие на подвалом так убирая перекрытие от перекрытия вниз то есть теплоотдача тепла от перекрытия вниз так внутреннюю стену так все я здесь выбрал так становится перекрытие соответственно чердачное вставляем перекрытие чердачное теплоотдача от перекрытия вверх теплоотдача от перекрытия вверх так дальше мне понадобится кровля конструкция кровли так кровлю соответственно так вот кровля так пол в подвале стена наружная внутренняя стенка перекрытие чердачное кровля так вот и все единственно еще если вам понадобится например если у вас двухэтажное здание например внизу в жилое помещение имеет температуру 21 градус а свыше например комната которая имеет ну грубо говоря 25 разница 4 градуса так получается то есть тогда нужно тогда здесь также учесть конструкцию теплопозду также отдача тепла от перекрытия вверх потому что внизу находится более холодная наоборот от перекрытия вниз потому что внизу находится более холодное помещение а сверху находится более теплая то есть у нас тепловой поток всегда направлен от нагретого тела холодный то есть если у вас встречается такие помещения которых отличается снизу этажа от верхнего этажа свыше четырех градусов тогда еще нужно дополнительно эти конструкции у меня не отличается поэтому я не вожу так и теперь по типовым ограждениям опять добавляю так символ ну например мне понадобится стеклопакет ну и допустим размером 1 на 1.4 то есть метр так вот так вот нулями без точки то есть метр на 1.4 то есть это у меня будет окно окно наружная так вид окно наружная так и здесь забивается коэффициент теплопередачи так вот здесь окна балконные двери 0.59 получается для моего города строительства когда откроетесь нет я уже не буду открывать свод правил тепловая защита зданий то есть там приложение к 1 который представлены конструкции оконные там стеклопакеты одинарные двойные и так далее с тремя стеклениями с напылением так вот одно и стекло там значение равно 0.64 поэтому сюда подставляю 1 делить на 0.64 потому что мне нужно получить коэффициент теплопередача получается на как единицы поделить на сопротивление так ну и чтобы потом не не мучиться не задавать соответственно длины я сразу же забиваю длины сюда можно для того чтобы дальнейшем не мучиться ей сразу же рекомендую если вас оконные конструкции имеют разные размеры вы просто их копируете так вставляете изменяете обозначение изменяете размер это очень удобно потому что в дальнейшем не надо вводить не мучиться несколько раз помещение соответствующие оконные конструкции так не понадобится внутренняя вернее наружная дверь еще дверь наружная так дверь наружная дверь наружная так ну и конструкцию либо нужно взять из соответственно справочника либо каталога производителя но я просто под поступлю то есть единица поделить на 12 так 124 то есть возьму нормативное сопротивление так и то же самое допустим она у меня метр на два тоже чтобы не мучиться забиваем так ну и осталось у меня добавить внутреннюю дверь внутренняя дверь размером ну допустим 08 также на два метра то есть бывают разные конструкции то есть какая вам нужна соответственно ту и водитель так ну и здесь зависит от того и что из себя представляет внутренняя дверь то есть из чего она сделана из дерева пеленки и так далее но я здесь пока просто забью то же самое что и для наружной стены либо надо просто посчитать как сумму сопротивления слоев так вы считали или даже могу здесь посчитать единица делить делить так на 2 делить 8 целых 7 десятых так дальше плюс допустим у меня дуб толщина толщина дубовой двери 3 сантиметра 5 7 теплопроводности если посмотрите 011 по моему так ну и получается 1 99 так длина 0 8 08 высота 2 метра и так настоящее время для своего здания я ввел все необходимые мне конструкции и теперь я могу приступать непосредственно помещение так начинается всегда этажа вот внизу есть сразу же кнопочка добавляет новое помещение только если нам нужно сначала добавить этаж соответственно добавляю этаж название этажа подвал так это дублируется сразу же отметка пола и так отметка пола высота помещения у меня два метра от пола до потолка плюс толщина перекрытия 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 подвального полметра получается соответственно отметка ввиду того что от чистого пола идет 0 0 получается минус два с половиной высота этажа два с половиной высота помещения значит два метра то есть у вас согласно тому что вам выдадут по строительной теплофизике так к этому подвальному этажу добавляю помещение так сразу же хочу сказать у меня будет подвал без внутренних конструкций то есть сразу же по коробке моего здания здесь на 10 понятно и так символ ставлю например 0 1 тип помещения ищем есть здесь подвал есть подвал так температура теперь у меня подвал будет холодным то есть там не будет никаких отопительных приборов никаких помещений отапливаемых поэтому захожу на закладочку основные данные и здесь вместо конвективного отопления кстати здесь можно выбрать различные типы отопления но у вас будет конвективный ставлю что у меня нет отопления и сразу же мне появляется вот здесь вот синее поле которое рассчитывается по результатам тех конструкций тех помещений которые граничат с этим холодным помещением ну и наружных тем так площадь я могу задать ну 10 на 10 у меня размер так от оси до оси 10 на 10 то есть в таком варианте то есть один 10 умножить на 10 получается величина то есть принцип тот же самый как и в excel делаете и так далее в любой другой программе так теперь у меня подвал заглублен соответственно выступающая часть один один метр так от отметки чистого пола до соответственно поверхности земли и метр четыре заглублен непосредственно внутри грунта и так сначала я ставлю выступающую часть то есть пишу стен стена наружная стена наружная с четырех сторон стена наружная оконных конструкций у меня в подвале не будет там обычно ставятся продушины так ну и стороны света север запад вернее восток юг и запад так вот здесь меня высоту написала два с половиной метра но у меня высота уступающей части один и один поэтому я здесь исправляю один и один то есть она по умолчанию то есть внимательно надо смотреть то есть она уже по умолчанию просто задала высоту этажа которую вы непосредственно убили когда рассматривали этаж так следующее действие то есть вторая часть стена наружная у меня заглублена соответственно в грунт опять у меня четыре с четырех сторон я их сразу же просто здесь отображаю так ну и опять север сторона света дальше восток юг и соответственно запах так если внимательно посмотрите вот я исправил сверху наступающую часть и у меня автоматом перечитала соответственно заглубленную часть относительно двух с половиной так теперь не забываем длину у меня везде десять метров просто десять 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 то есть у меня длина наружной стены так мы внимательно смотрим у меня снаружи минус три четыре так и уже мне показывают температуру исходя вот из этих ограждений уже так 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 дальше у меня есть пол в подвале размером десять на десять я просто сразу же сто вобил потому что у меня уже в одном месте посчитала либо десять умножить на десять то есть так мы опять температура изменилась у меня уже стало минус семнадцать так ну пока еще канализацию водопровод я не могу там проводить потому что низкая температура то есть сам канализован либо могу проводить с теплоизоляционным слоем так пока по подвалу все принцип понятен идем на следующий этаж это у меня следующий этаж добавляю этаж опять так сделаем это получше да перенесем так это будет у меня первый этаж да что первый этаж отметка пола опять на английский перенос 00 высота не дали еще 3 метра а сколько а что не говорите 2,7 почему не говорите что не дали еще не аж 3 а помещение 2,7 ну то есть высота помещения 2,7 так теперь на первом этаже у меня соответственно 4 помещения я начну с кухни дальше прихожая жилая комната жилая комната обозначу номер помещения можно как 1,2,3,4 я сделаю так вот 101,102,103,104 понятно на второй этаж перейду на второй этаж перейду 201,202,203,204 так добавляю помещение добавляю символ 101 и ищу кухню так мне сразу же здесь посвечится 20 градусов то есть берется та исходная таблица условная которая была вы внимательно смотрите либо вы можете сами свое значение поставить то есть по умолчанию ставят 20 то что было вот в той таблице где смотрели вентиляцию вы видели? помните? можете здесь исправить и поставить 19 ну давайте я исправлю поставлю 19 так площадь ну у меня все просто 5 на 5 соответственно 25 то есть у кого там сложные вычисления я еще раз повторяю то есть можно сделать 5 умножить на 5 либо те значения которые у вас будут так следующее действие то есть у меня есть 2 наружных стенки я иду ну как бы по часовой стрелке понятно? то есть вот отсюда вот сюда причем когда у вас встанет программка Aventrol так ну давайте запустим может быть здесь нормально все получится здесь есть справка в PDF то есть как заполнять эту программу так и где-то на 94 странице сейчас посмотрим может быть и дальше на 97 странице вот здесь вот показывается как необходимо обходить наружные ограждения то есть обычно по часовой стрелке всегда начинается наружных стен ну а потом идут по всем внутренним то есть если конструкции разные то вот здесь начинается соответственно первая по часовой стрелке ну тут разные конструкции представлены вот у меня например для кухни вот это подходит то есть первая, вторая, третья, четвертая понятен принцип то есть здесь вот рисунки различных конфигураций показаны так так я и делаю то есть у меня эта стена наружная смотрит на вот вернее на запад в этой стенке у меня есть окошко ищу окошко вставляем у меня сразу же вставляется соответственно мои размеры которые я любил когда рассматривал ограждения так не забываем ставить длину наружной стены 5 так следующая наружная стена у меня идет на север так не забываем длину в этой стене у меня опять окошко я ничего не придумал пусть он сверху окошко так следующим этапом у меня вроде есть внутренние стены здесь так но здесь одно внимание до тех пор пока у вас нет соседних помещений на которые нужно ссылаться если у вас есть внутренние какие-то ограждения вы их пока не заполняете понятно как только появляется соседнее помещение так сразу же рассматриваем внутреннюю стену чтобы можно было показать откуда куда с кем граничит эта внутренняя стенка то есть в данный момент у меня пока нету других помещений только 101 у меня остается одно перекрытие это перекрытие на подвал я ставлю с тем помещением к которым граничит это с помещением 01 потому что у меня подвал помещения 01 так ну и ставлю сколько у меня квадратов граничит у меня 25 квадратов раз 5 на 5 так вот пока все для первого помещения может чуть-чуть хотите прерваться мне просто запись видится полностью просто я сейчас уже быстро наберу ее дальше там по аналогии будет ну кто хочет прогулять прогуляйтесь там пройти-то можно? конечно можно я же не закрываю вам так добавляем следующее помещение это будет 102 помещение тип будет прихожая так ну температуру оставлю ту же самую квадратов будет 25 так ну и тот же самый принцип то есть у меня будет стена наружная в которой будет входная дверь наружная сориентирована на север длина стены 5 дальше стена наружная окошко сориентировано соответственно на восток так и вот теперь у меня внимание вот у меня есть внутренняя стенка которая ограничит с кухней и я ставлю внутреннюю стенку говорю что она ограничится со 101 помещением так не забываем длины ставлю 5 метров но у меня все просто вам немножко придется помучиться так и перекрыть так стоп в этой у меня есть внутренняя дверь так и перекрытие над подвалом граничит с первым помещением так ну и 25 квадратов у меня одни так следующее помещение у меня 103 так здесь опять жилая комната то есть два окна снаружи и две наружные стенки так 103 помещение так ну допустим гостиная так температура 21 градус то есть можно поменять 25 квадратов так опять стена наружная в ней окошко сориентировано соответственно на восток и стена наружная в ней окошко сориентировано на юг так не забываем соответственно длины оружных стен окна если вы ввели в ограждениях соответственно длины берутся здесь по умолчанию опять у меня внутренняя стена которая граничит со 102 помещением длина 5 метров в этой внутренней стене у меня есть внутренняя дверь и опять перекрытие над подвалом которое граничит с первым помещением которое граничит с 25 квадратов так и остается на первом этаже последнее помещение это 104 104 тип помещения ну допустим спальня бабушкина комната с дедушкой 25 квадратов так и опять у меня юг две наружные стенки окошко опять сразу же две вобью стеночки так первая сориентирована на юг вторая сориентирована соответственно на запах так ну и теперь у меня здесь опять внутренние стены с входной дверью внутренней которая ограничит соответственно со 103 помещением и опять внутренняя стеночка входная дверь которая граничит соответственно со 101 помещением так ну и последнее ограждение здесь опять перекрытие над подвалом граничит с первым помещением так ну и 25 квадратов так я тут кое-где забыл поставить блины но смотрим на окошко справа оно красное то есть она сразу же подсказывает что есть какие-то ошибки щелло и окошко так с первым этажом я все сделал переходим на второй этаж добавляю этаж так опять перенесем чтоб удобнее было так это у меня второй этаж отметка пола 3 метра так 3 метра высота этажа так 2,7 плюс перекрытие над чердаком полметра получается 3,2 да так ну а высота помещения осталось без изменений потому что у нас просто перекрытие над чердаком не типовое а с учетом толщины теплоизоляционного слоя так можно сделать следующее как бы скопировать и перенести единственно удалить лишний конструктор либо я сейчас опять наберу помещение итак первое у меня помещение 201 так если еще забыли то есть мы вот находимся здесь в шлой комнате и идем соответственно по часовой стрелке так 201 помещение допустим это спальня температура 21 по умолчанию ставить 20 25 квадратов так ну и тот же самый принцип то есть стенка наружная в ней окошечко стенка наружная в ней окошечко первое сориентировано на восток второе ограждение сориентировано соответственно на север так не забываем длину 5 метров 5 метров высоту ставит по умолчанию размеры окон ставит по умолчанию то что вы ввели в ограждение так все пока у меня для этого помещения ничего нету по идее есть перекрытие над первым этажом на виду того что температура одинаковая тепловой поток никуда не идет так значит я его по умолчанию опять у меня есть внутренние стены но у меня нету соседних соответственно помещений поэтому иду в следующее помещение можно можно тут менять соответственно порядок и так это 202 помещение тип это у меня ну прихожая холл одно и то же так 25 квадратов так опять стенка наружная дальше окошко в ней стенка наружная окошко в ней смотрит на север смотрит соответственно на восток так ну и у меня здесь появилась внутренняя стеночка входной дверью внутренней так и помещение 201 так все опять следующее помещение так я уж менять расположение не буду ну сами поняли что можно менять ну допустим гостиная будет 21 градус для города Ижевска минимальная допустимая 25 так ну конструкция обычная стенка наружная дальше окошко в ней стенка наружная ну и окошко так это сориентировано на запад вернее на восток и на юг так пять метров и пять метров так предыдущий я а вот я не задал пять метров пять метров пять метров то есть не забывайте длину то есть я просто здесь сейчас пока спешу побыстрее все это закончить так в ней входная дверь ограничить соответственно с 202 помещение так пока все так стоп 202 да так ну и последнее помещение на втором этаже оно 204 тип ну допустим спальня температура 21 25 квадратов так ну здесь опять тот же самый порядок действий стенка окошко так так смотрит на юг смотрит на восток так пять метров не забываем длину пять метров так ну и теперь остались внутренние стены входными дверями внутренними две конструкции итак внутренняя стенка и входная дверь так последняя постоянно скачет так ну и здесь помещение 203 и помещение 201 так все пока на втором этаже я закончил здесь нет перекрытия чердачного потому что у меня пока этажа перекрытия чердачного нет понятно добавляем следующий этаж а именно чердак чердак добавляю этаж называем чердак по-английски так отметка пола 3 метра до второго этажа плюс 3,2 получается 6,2 так высота этажа ну сделаем следующим образом у меня будет крыша двухскатная с двух сторон так ну и высота помещения например полтора метра сделаю это высшие точки так то есть у меня чердак тоже будет неотапливаемый ну и плюс толщина кровли ну допустим на 300 миллиметров так получается 1,7 так а нет 1,8 да обманул так а вот полтора метра это высота помещения так ну и добавляю последнее помещение чердака так символ 301 так тот же самый принцип у меня не будет разделено на внутреннее помещение то есть у меня весь периметр 10 на 10 это будет чердак только с двух сторон будут стены так а с других сторон будет соответственно наклонная кровля так площадь 100 квадратов так выбираем тип ну тут подсобное помещение без окна так и опять идем на основные данные вот здесь вот на закладочке где мы ограждение вводим и опять у меня чердак не отапливай то есть у меня там не будет никаких отопительных приборов и опять у меня вот здесь вот превратилась из белого окошка в котором должен был водить сейчас она будет автоматически сама считать и так что мне нужно вести и так так снизу вернее сверху и снизу у меня будут наружные стены с боков соответственно восток-запад да это у меня будет скат кровли ну и соответственно ставлю две наружных стенки две наружных стенки окошек внутри нету и ставлю кровлю то есть наклонная кровля так это сориентировано у меня на север противоположное сориентировано соответственно на юг здесь сориентировано на восток так и сориентировано соответственно на запад но тут вот обозначение латинское но и в этих подсказках видно да запад юг-север и так далее так теперь внимание у меня склы крыша двускатная так стена наружный трехугольник то есть мне нужно длину ставить не 10 метров а сколько правило определения площади трехугольника высота на основании пополам так ну либо можете 10 поделить на 2 поэтому результат получите тот же сам так что касаемо кровли у меня будет 10 метров и мне надо посчитать гипотенузу так чтобы определить но я считать не буду я просто забью там получается где-то 5,4 не помню но около 6 поэтому перестраховываюсь не что ставим 60 так и единственное что у меня осталось перекрытие чердачное граничит с комнатой 201 в 25 квадратах то есть я сразу же еще 3 добавлю чтоб потом только поставить соответственно комнаты следующая комната которая у меня граничит 202 граничит 203 граничит 204 так ну и все по 25 квадратов 25 25 ну вот и все я все посчитал то есть у меня двухэтажное здание так ошибок нету сохраняюсь нажимаю на расчет либо вот здесь калькулятор если обнаружены ошибки значит смотрим ошибки что за ошибки то есть нажимаем на ошибку она вам показывает то место в котором есть ошибка так ну чтобы мне там это не учиться еще раз запустим Продолжение следует... И еще в одном месте где-то у меня есть ошибка. Ну и вот здесь я пропустил 5 метров. Вот вам специально показываю принцип действия. Программа как можно... Так. Сейчас я закрываю лишние окна. Так, снова нажимаю расчет. Все, у меня дошло до 100%. Ошибок нет, не выскочилось окошко. То есть все ошибки я исправил. Так, принцип работает с программой, понятно. Ну и сейчас можно посмотреть. Вот мы сейчас в подвал пойдем. Нажимаем на подвал. И у меня температура в подвале получилась минус 7,6. То есть конструкции строительные, пожалуйста, можете размещать. И идем на чердак. Температура там минус 21. То есть там конструкции уже в открытом виде имеется в виду трубы канализационные, пластиковые, так. У которых есть пределы температур, то есть там 12 градусов, от минус 12 до минус 12, по-моему, грамм. То есть их разрешают применять. То есть здесь надо уже утеплять. Так, принцип работы с программой, понятия? А? Вопросы есть. Сейчас, погодите. То есть я сейчас остановлю запись. Только единственное, я сейчас прямо на запись покажу, что мне нужно в итоге. Теперь у вас есть итоги. В обязательном порядке надо будет распечатать и вставить, соответственно, в курсовую работу первую таблицу, которая называется «Общие данные». То есть вот она в виде таблицы. Как это можно сделать? Можно сделать, то есть экспортировать вот эту таблицу в Excel, скопировать потом в этом Excel-файле и вставить, соответственно, в вашу курсовую работу. Понятно? Ничего сложного. Следующее, что необходимо мне, так, ведомость ограждений. Здесь вообще осводная ведомость. Дальше следующее, что мне нужно. Ограждение, то есть в которое будут расписаны все слои, чтобы узнать, что у вас было. Либо вы, как я, ну сейчас у меня одно и то же, по всем конструкциям. Так, и последнее, что мне нужно, это данные для программы ISO. То есть здесь по помещениям сразу же указывается мощность отопительной установки этих помещений. То есть, что мне нужно возместить отопительными приборами. Так, повторяю. Итоги. Общая ведомость ограждений, ограждения и данные для программы ISO. Все эти таблички, принцип тот же самый, можно экспортировать Excel, взять оттуда и разместить в Word. То есть стандартное копирование. Ничего сложного нет. Распечатывать из этой программы не надо. Ясно? Все? Так, ну я выключаю тогда сейчас запись. И давайте прервемся. И мне сейчас вторую программу, гидравлический расчет, быстро я вам расскажу. То же самое под запись и скину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!